Для православных людей, в общем-то, не вызывает вопроса, для чего нужен пост. А для светских людей понятие о посте часто сопряжено с некими ограничениями и воздержаниями, которые непонятно для чего нужны, каков смысл ограничений, каков смысл воздержаний в том, что тебе доставляет удовольствие. Цель христианской жизни – это приближение к Богу, такое приближение к Богу, которое вообще в святоотеческой литературе называется «обожиним». Но наше восхождение к такому вот высокому святому состоянию, оно приводит к некоторым затруднениям, связанным с нашей свободой. Как мы распоряжаемся своей собственной жизнью. И когда мы внимательно к себе присматриваемся, мы видим, что, к большому сожалению, далеко не все в своей жизни мы проживаем осознанно. Я понимаю, что в своей семейной жизни я должен был бы быть идеальным мужем, идеальным отцом. Ну или не идеальным, но, по крайней мере, таким осознанным человеком, который понимает, что он делает, для чего он делает, когда он это делает. Но вдруг я, придя усталый с работы, понимаю, что я могу сорваться в раздражении из-за того, что дети слишком шумят. Или там, положим, супруга, или супруг не оказали должного внимания. По уму я понимаю, что так себя вести совершенно не должно. Но вот у меня обнаруживаются некие страсти, которые влекут меня в какие-то неосознанные действия. И они эти действия причиняют ущерб и мне самому, и моим близким. Потому что один раз я попросил прощения, другой раз попросил прощения. Но потом это вызывает оскомину, те мои постоянные эмоциональные всплески. Или вызывает такую апатию, когда, например, не раздражение, а лень. Приходит человек и «все, я устал». И правда, ты устал, ну слушай, вот муж устал, а жена что, не устала, придя с работы? Или наоборот, жена пришла устала, а ты, муж, иди, готовь, стирай, убирай? То есть человек куда-то западает в свое какое-то такое вот ленивое состояние, считая то, что инфантильность, считая то, что за него кто-то сделает все остальное. Это страсти. Отличие поста от диеты можно сравнить с отличием букета цветов от веника. И то, и то суть растения, но букет цветов, он цветами поднят наверх, а веник, он опущен вниз. Хотя он очень нужен, полезен и прочее, прочее. В сегодняшнее время ты можешь не вкушать мясо, молока и прочее, прочее, но, что называется, висеть в социальных сетях. И вот ты не ешь мясо, но тебя нет ни в молитве, ни в семье, ни на работе. Ты просто где-то напросто зависаешь в социальных сетях, в вайбере. Пик-пик, и ты сразу туда полетел. Хорошо, чтобы человек, видя и понимая свою привязанность к таким вот новостным потокам, к каким-то сплетням, да, то есть мог отдать тебе отчет, что это именно та самая зависимость, которая делает меня рабом, то есть лишенным свободы человеком. И тогда пост, он будет заключаться в том, чтобы от подобного рода вещей как-то воздержаться. И тут уже вообще как бы совсем иной уровень отличия поста от диеты. Я думаю, то, что в принципе это такой вопрос, который предпосылка его, то, что вот есть некий идеальный пост, вот мы идеально постимся, а потом сорвался, да. Такого не бывает. Надо смиренно отдавать себе в этом отчет. Даже если ты там весь пост не ел мясо, то вот мы намечаем иной уровень поста. Что у тебя в мыслях, что у тебя в чувствах. И там ты постоянно срываешься, да. Поэтому надо понимать то, что пост – это ежедневная, заново попытка строить свои отношения с Богом. И опять, и опять, и опять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok